Здравствуйте! В эфире программа «Город С». Завершилось одно из важнейших событий года. Мы внимательно слушали ежегодное послание губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к жителям региона и депутатам Губернской думы. В нашей студии эксперты, лидеры общественного мнения. Мой гость Владимир Пронин, председатель Самарской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Владимир Николаевич, здравствуйте! Спасибо, что нашли время прийти в нашу студию. Добрый вечер! Ну и знаете, вот что в послании услышали лично вы, как полковник и как руководитель городского совета ветеранов? Спасибо, значит, за вопрос. В послании я услышал все хорошее и все реальное, что происходило за этот период времени, когда Дмитрий Игоревич находился, как говорится, руководил нашей областью. Но Дмитрий Игоревич я знаком еще, кажется, раньше, когда он был и мэром города. И вот эту деятельность, которую сегодня озвучил губернатор, это говорит о том, что этот человек, если ставил задачи, то эти задачи выполнялись. И за тот период времени, вот, то, что было озвучено, это реально говорилось о том, что все, что было поставлено, особенно в городе, заметно нашим, все задачи по строительству жилых домов, непосредственно парков, скверов, набережной. Я могу много чего перечислять, говорится. И в том числе то, что непосредственно отношение к нашим ветеранам, это во многом говорит о том, что деятельность нашего губернатора, она направлена на том русле, которое действительно сейчас необходимо для жизни наших жителей, нашего региона. Вот важный вопрос, на самом деле, это развитие армии. Мы сейчас, вот, после всех понятных событий, переоценили армию, по-другому на нее взглянули, на вооруженные силы. И, соответственно, Самарская губерния – это тот регион, который занимается в том числе снабжением армии современным высокотехнологичным оружием, оружием, без которого, как мы понимаем, теперь никуда. Вот это тоже один из, на мой взгляд, важнейших вопросов. Ну, насчет армии – это вопрос довольно-таки серьезный и сложный, потому что мы уже, особенно наше поколение, когда мы еще служили, ну, не очень давно, как говорится, но мы увидели эту реконструкцию нашей армии и убедились в том, что она немножко изменилась. Но, я бы сказал, не надо было так резко ее менять, потому что мы сейчас именно возвращаемся к тому, что было немножко испорчено в нашей армии. Но сейчас армия, она изменилась, потому что сейчас все современное. Радиоэлектроника очень сильно сейчас вышла вперед. Это беспилотники, тепловизоры. Уже сейчас я в разведке, в войсках служил, как говорится, в специальном назначении. Я все прекрасно понимаю. Раньше можно было спокойно куда-то скрыться, в лесу, как говорится, в здании каком-то определенном, и тебя могут не найти. А сейчас с той системой, с том вооружением, которое сейчас реально есть на вооружении, особенно с теми, кем мы воюем, это блок НАТО в основном, это, говорит, со всем зарубежные Соединенные Штаты Америки, говорит, то, что вот эта современность сейчас у них находится. Поэтому изменения произошли большие, и мы поняли, что мы можем воевать со своим врагом, который сейчас в настоящий период времени есть. Плюс ко всему я просто хочу отдать должное, что действительно регион наш, и город наш, и губернатор наш, это очень ответственно относится к этому. Он практически постоянно находится там, где наши ребята самарские, самарчан находятся, и все, весь народ, все жители нашей области, нашего города, они помогают всем необходимым для того, чтобы наши ребята почувствовали, что они не одиноки, и они чувствуют, что о них думают. Я просто прекрасно понимаю и знаю, потому что я очень тесно связан с департаментом нашим городским, социальной защитой, где там и девчонки, как они сейчас трудятся, и как они относятся к тем ребятам, которые уже вернулись сюда, вернулись, и кто-то в каком состоянии, кто-то раненый, кто-то больной, ну я не буду говорить тех, которых, извините, меня уже нет в живых, поэтому вот эта нагрузка сейчас лежит на городском департаменте, как говорится, социальной защиты, потому что практически все, да, не только практически, все именно те люди и семьи, они сейчас на контроле, на особым контроле, и за ними непосредственно, как говорится, ведется помощь на постоянной основе. Ну а насчет армии сказать, я просто хочу сказать, сейчас перевооружение у нас проходит, оно проходит очень довольно-таки неплохо, желательно бы побыстрее, как говорится, но я думаю, в ближайшее время, дай бог, мы все равно победим, и мы от этого никуда не денемся, потому что русский человек, это человек своего слова, дело чести, он всегда побеждал, и ни перед кем не встал на колени. Вот, кстати, важный момент, что касается поддержки участников СВО, ведь на семью каждого участника СВО заведен так называемый социальный паспорт. Да, да, да. Вот это чрезвычайно важный, на мой взгляд, момент, то есть это вот, ну, показатель того, что вот никто не забыт, все на контроле. Так вот, это самое главное, то, что действительно, реально, каждый человек, каждый человек, каждый солдат, который здесь находится, я бы сказал, это должно быть не только в нашей, говорится, в Самаре, в Самарской области, говорится, это должно по всей стране, я думаю, действительно, это, скорее всего, так оно и происходит, и произойдет, потому что ни в коем случае нельзя забывать тех ребят, тех людей, которые сейчас воюют и защищают нашу страну, они герои, разговора нет, я сам участник боевых действий, я все прекрасно понимаю, особенно после того, когда ты возвращаешься сюда, и какое отношение было тогда, как говорится, афганцам, чеченцам и так далее, то подобное. Сейчас это без всякого сравнения нельзя сравнить ничего, потому что отношения сейчас очень хорошие, и за каждым контроль, потому что этот контроль идет от самого низа до самого верха, и губернатор держит это на своем контроле, так же, как и мэр города. Ну, еще один важный момент, Владимир Николаевич, вот это послание, оно касалось как бы текущей ситуации, ну, то есть то, что было сделано, текущая ситуация и перспективы развития, вот, а вы лично, чего вы ждете вот в дальнейшем, вот после этого послания, какого развития? Вопрос заключается, послание, оно и именно и называется посланием, в том, что ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом. Вы понимаете, то, что послание губернатор сделал, он в перспективе обозначил то, что было спланировано, и большая часть то, что спланировано, оно уже выполнено. Но планы мероприятий, короче, они, ну, и жизнь, она не стоит на месте, понимаете, она движется вперед, поэтому ни в коем случае нельзя останавливаться, потому что мы живем в новое время, в новое поколение. Это опять учеба, молодое поколение, воспитание его непосредственно. Важнейшая задача, в которой вы, кстати, участвуете. Да, 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 воспитание молодого поколения это один из самых основных вопросов, потому что, если мы не будем передавать те знания и ту историю, которая была, как-то и перед нами, и во время нас, кажется, это без прошлого, настоящего не будет, понимаете. И вот в своем послании губернатор сказал конкретно, что, дескать, вот это воспитание молодых людей, которые в перспективе, они будут строить наше государство в будущем. И дай Бог, чтобы это молодое поколение у нас выросло, как говорится, достойного наших предков. И чтобы они любили свою страну. Это самое главное, свою родину. И тогда все у нас получится. Владимир Николаевич, большое спасибо за интересную, содержательную беседу. И я всегда рад видеть вас в этой студии, потому что то дело, которое вы делаете, оно чрезвычайно важно, и поэтому нужно о нем обязательно регулярно рассказывать. Спасибо большое. В нашей студии был Владимир Пронин, председатель Самарской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин